Всем привет, с вами канал Всю Китай, и сегодня у нас на обзоре просто невероятный, огромный пауэрбанк с кучей возможностей и даже двумя полноценными розетками. Это электростанция Romas X1000, хотя конкретной электростанцией ее назвать, наверное, трудно. Коробку размусоливать не будем, разве что вот все характеристики этого аккумулятора, ну на случай, если про что-то в итоге забуду сказать. Внутри коробки нас встречает черная коробочка с комплектацией и этот огромнейший аккумулятор весом в 13 килограмм. Внутри черной коробки слегка примятая инструкция в виде книжечки, причем с адекватным русским языком на борту, кабель питания, ну я думаю всем знаком этот формат, и автомобильная зарядка от розетки прикуривателя. Что по внешнему виду? Это с одной стороны весьма небольшая, ну по крайней мере для своих возможностей коробка, но с очень приличным весом. Визуально создается ощущение, что она не очень-то и тяжелая, но 13 килограмм, поверьте мне, в руках чувствуется. Основная часть корпуса, по крайней мере снаружи, это пластик, покрашенный под металл. Боковые решетки слева и справа от лицевой панели выступают в роли радиатора и сделаны уже из металла. Под правой даже пара небольших кулеров виднеется. Снизу есть пара резиновых ножек, ну чтоб не ездил по столу, например, а сверху массивная ручка для переноса этой банки. Под ней также находится площадка для беспроводной зарядки. Все же выходные интерфейсы подключений на лицевой панели, в том числе тут есть и весьма информативный экран. Здесь у нас пара обычных розеток, спрятанных под резиновыми заглушками. Розетка прикуривателя тоже с заглушкой. Выходной порт DC5525, по крайней мере так написано в инструкции, на 120 ватт. Два обычных USB по 18 ватт и два USB-C, один на 60, а второй на 100 ватт. Для зарядки же самой станции порты сзади. Первый разъем это порт расширения для подключения сюда еще трех блоков. Плюс можно соединиться вообще с еще тремя такими станциями и получить до 16 кВт в час. Далее параллельные порты, разъем питания для кабеля из комплекта для зарядки от розетки и разъем Андерсона, через который можно как подключить солнечные панели, так и заряжать автомобильной зарядкой из комплекта. Внутри этой станции стоит литий-железо-фосфатная батарея. Здесь куча защит, которые наверное можно перечислять до конца обзора, так что просто знайте, что они здесь есть. Заявленная емкость 315 тысяч миллиампер при 3 и 2 вольтах, просто вдумайтесь в эту цифру. Ну а выдавать она может до 1 кВт в обычном режиме и до 2 кВт в пике. То есть по сути любой домашний прибор от этой банки можно запитать, но об этом чуть-чуть дальше. Как это все работает? Держим кнопку питания и станция включается. Вокруг кнопки загорается индикатор, а также включается экран. В этом случае будут работать фонарики. Нажав кнопку один раз загорается фонарик слева, вторым нажатием он выключается и включается фонарь над панелью, а третье нажатие отключает и его. Если кнопку подержать, включается режим SOS на левой стороне. А также будет работать беспроводная зарядка на верхней панели. Она всего на 15 Вт, но ее наличие все равно не может не радовать. Как по мне, это очень грамотное использование верхнего пространства. Порты справа и розетки при этом не работают. Для того, чтобы включить питание на правые порты, здесь отдельная кнопка. Активируем ее и теперь можно заряжать телефоны и прочую технику. В том числе начинает работать прикуриватель. Кто думает, как и я раньше думал, что он тут не особо-то и нужен, хочу заверить, что я лично им пользуюсь, наверное, чаще, чем обычными розетками. То колеса на велосипеде накачать, то детский бассейн надуть. Короче, как по мне, очень удобно. Не надо постоянно тащиться к машине. Активация же розеток производится похожей кнопкой, но уже слева от них. Включается преобразователь на 220 и можно сюда подключать все, что угодно. На экране при этом отображается информация, что конкретно в данный момент активировано, какое идет потребление и на сколько примерно хватит зарядки аккумулятора при таком использовании. Также тут и проценты зарядки, конечно же, отображение режимов. В Air Max это увеличенная мощность, а также ЭКО, режим экономии энергии, который включается одноименной кнопкой. Ну а когда заряжается сама станция, слева отображается и информация о зарядке. Сквозная работа здесь тоже поддерживается, то есть станция может заряжаться, но и в то же время давать питание на свои порты. То есть в теории эту банку вполне можно использовать как бесперебойник где-то на даче, ну или дома, если у вас часто скачет напряжение или потухает свет. С этим Рома с X1000 тоже справится. Какие-то глобальные тесты я вам не покажу, так как у всех разные нужды и разные потребители, да и с разной мощностью, но для наглядности некоторые тесты я все-таки провел. Самый простой электрочайник. Потребление, как заявлено, 2,2 киловатта. Втыкаем и погнали его кипятить. Камин, утюг, электроплита и подобное жрут энергию как не в себя. То же самое касается и электрочайников, так что это как наглядный пример за все. Все. Почти полностью заряженная станция в таком режиме готова беспрерывно работать в районе часа, что в целом немного, но если понимать сколько нужно потребителю, нормально. Немного еще удивило, что за время пока полный чайник закипел, улетело целых 15% зарядки. Далее я решил испробовать тостер, так как там тоже есть нагревательные элементы и по идее требуется много мощности. Но все же тостер потребляет поменьше чем чайник, да и меньше времени ему требуется. Минус 3% зарядки и тосты готовы. Ну мало ли свет отрубили, а поесть приспичило. Кстати, насчет отрубания света. Я живу в частном доме и у меня стоит газовый котел на отопление и горячую воду. Только несмотря на то, что он газовый, для работы ему нужно электричество. Вырубили свет, нет ни отопления, ни горячей воды. Так вот в простое, ну если не включена горячая вода, а отопление по понятным причинам и так выключено, котел не потребляет по сути ничего, просто показывает по нолям. Если же включаю отопление или горячую воду, да или даже и то и то, 80% зарядки станции показывает, что хватит на 7-8 часов. Потому что даже в таком случае потребление невысокое и полного заряда, ну плюс-минус на 10 часов должно хватать, что очень круто. Далее болгарка, ну или углошлифовальная машина, если ее реально кто-то так называет. 80% зарядки станции показывают, что хватит на 2 часа. Но если вдруг где-то что-то нужно выпилить в месте, где нет электричества, а болгарка, как у меня, обычная проводная, то эта станция в этом вам тоже сможет помочь. Ну и самое интересное для киноманов и подобных. Подрубил к станции небольшой телевизор в 32 дюйма. И каково же было мое удивление, что при 78% заряда станции этот телевизор будет работать от 35 до 40 часов. Просто прикинь, все сидят без света, ну там твой район, квартал, да что угодно. А ты сидишь и смотришь любимый сериал. Кайфно же. Да и розетки тут две, а это значит повод сюда и иксбокс воткнуть. Ну чтоб вообще по-царски было. Правда с иксбоксом потребление вырастет раз так в 5-6, но все равно электричества дома нет, а ты сидишь зомби и гоняешь в каком-нибудь Dying Light. И при этом часов наверное на 6-7 в таком режиме полного заряда станции хватит. Прям мечта. Ну а уделать иксбокс может только свитч, как бы это ни звучало. Потому что его можно подключить не в 220, а с помощью кабеля USB-C, USB-C. И тогда не будет преобразования сначала на 220, а потом в злочастные 5 вольт, которые требуются для питания свитчу. И соответственно потребление не сильно-то вырастет, как в случае, если бы я подключал его в обычную розетку. В общем 68% заряда станции и показывает, что в таком режиме заряда хватит на 25-30 часов. И это просто офигенно. То есть полной зарядки станции, судя по всему, для телевизора и свитча хватит наверное дня на полтора. Единственное наверное что осталось добавить, это сколько же такая чудо станция заряжается. И вы наверное ждете услышать какие-то заоблачные цифры, да вот нифига. От 0 до 80% она заряжается всего лишь за 1 час. За час, Карл! Правда оставшиеся 20 она тоже заряжает час, но это другое. Короче за 2 часа полностью севший пауэрбанк можно зарядить и снова сесть играть в свитч на телеке на следующие полтора дня. Так что скорость зарядки здесь тоже не подвела. На этом можно подводить итоги. И я уже чувствую, как у многих в комментариях подгорает от цены. И я не могу не согласиться, стоит эта станция далеко не дешево. И это пожалуй главный минус этого девайса. В остальном здесь только плюсы. И вот это не надо писать про генераторы. Заправляй, обслуживай, плюс тарахтит как не знаю кто. Да и выхлопные газы, короче вообще разные вещи. Здесь все аккуратно, лаконично, компактно, ну по отношению к генератору. И все что требуется заряжать при необходимости. Все. Ну и смириться с ценником. Короче, как по мне, штука крутая, честно. И если реально есть необходимость в чем-то подобном и устраивает цена, что важно, то вполне себе можно взять. А так все необходимые тесты я вам показал и про все по возможности рассказал. Выводы по увиденному и услышанному, как всегда, делайте сами. Где купить такую станцию, ссылка, конечно же, будет в описании. А вас я буду ждать в комментариях. Пишите, что вы думаете по поводу такой станции, где, по вашему мнению, для нее лучшее применение. Да и вообще все ваши мысли по поводу таких штук. С удовольствием ваши комментарии почитаю. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Телеграм. С вами был Игорь, канал Все Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok